Привет всем! Это снова 12 стульев. Я уже даже не знаю, давайте делать ставки, какая будет серия последняя. Это или все-таки еще 15 серий спустя. Да, мы очень долго идем, и я даже не знаю, сколько у нас уже стульев, я уже запуталась. Короче, три стула, да, мы, по-моему, уже посмотрели три стула. Да, три стула мы посмотрели, которые находятся в доме с кошкой. Один есть в аптеке, но там эти узбеки, таджики все, короче, закрыли своими цветами и не пускают нас. И шесть стульев у нас находятся вот здесь. Пойдемте их отожмем. Здесь вот эта кикимора сидит, болотная, которая не хочет, короче, пропускать нас. Вот, на тебе клубок и успокойся. Вяжи свои всякие тряпки, шмотки, носки. Бабуля, у нас тут случайно клубок ниток завалялся? Да. Сами мы не вяжем, думали выкинуть, да жалко. Не интересуетесь? Можем подарить, причем бесплатно. Только пропусти. Вот, удружили, ребятки. Вот, порадовали бабушку. Да здесь мне на целую пару носков хватит. Вот, вяжись, иди, мы пошли. Все, теперь она довольная, да? Точно она довольная. Пойдемте. Как думаете, Киса? Да в смысле? Вот, нам сюда. Все, она нас теперь пропустит, да? Вы куда, ребятки? Так, в смысле? В театр, на спектакль, бабуля. Туда нельзя, ребятки. Ты что, обалдела? Но почему? А вот и объяснил, сынок, я не нанималась. В смысле? Мы тебе клубок дали, коза болотная. Ну-ка. И все-таки, что за проблема такая с театром Колумба? Теперь вам на их игру долго не полюбоваться. Гастроли их сослали. Вместе со всеми декорациями, реквизитом и мебелью. Чего? Как быстро? Так, значит, никуда же. В Нижний Новгород для начала. Аукцион только закончился. Для начала? В смысле для начала? Оттуда их пароход подберет. И поплывут родненькие по Волге. Пошла свистопляска. И это мне неведомо. Знаю только, что побывать они, бедненькие, должны и в Пятигорске, и в Сталинграде, и в Тифлисе, и в Ялте. Э-э-э-э, все, мы, короче, еще 300 серий впереди. Что же будем делать? Бежать быстрее. Погончим с той мебелью, что осела в Москве, а потом, если не повезет, придется отправиться в погоню за сбежавшим театром имени Колумба. Так, давай. Стулья, что со стульями? Реквизит они забрали весь. Даже лампочки из рампы выкрутили. Скотины какие. Что уж тут о стульях говорить. Ну, действительно. Вот, вот. Так, мне надо чуть подвинуть тут все. Вот, вот так вот. Надеюсь, этих ниток вам хватит. Спасибо, сынки, еще раз. Да, пожалуйста, ни в чем себе не отказывай. А там точно не осталось никакого стула? С некоторых пор я ценю спектакли лишь с гампсовскими стульями в реквизите. Так я тоже, да. Надо и догнать во что бы то ни стало. Так, подожди. Ну, получается, нам осталось всего вот здесь стул забрать, правильно? И... И в аптеке два стула осталось всего. Так. Приплыли. А здесь что мы сделаем? Так, у нас что-нибудь есть? У нас ничего нету. Ой, не забывайте. Но согласен... За что? Отодвинься. Киса, ты можешь... Подвинуться. О, отлично. Хорошо, стойте друг за другом, мне без разницы. Вот этот поэт, когда выступает, он трясет прям вот этот шкаф. Из этого шкафа должно быть редактор черпает вдохновение для своей... Надо что-то сделать с этим шкафом. Вам только дай его... Что я... Ну, у нас ничего нету. Давай деньги предложим. На тебе. Деньги? Ясно. На тебе. Было бы у меня... Нет. Давай попробуем. Сейчас мы еще раз поговорим с ним. Хотелось бы узнать, что кроме циклонов мешает нашим почтальонам в жизни. И если даже он газеты прикроют грудью от беды, то все советские секреты Гавриле доверяем мы. А здесь вы принижаете роль советской газеты. Да посмотри. Мне, как редактор одной из них, это особенно обидно. Да неужели? Вы просто ничего не смыслите в поезде. Абсолютно. От слова совсем. Че нам делать? Что нам делать? Ну, я не знаю. Пойдемте на вокзал тогда, хорошо. Че еще остается делать? Мы просто как дураки ходим туда-сюда. В какую сторону вокзал кто-нибудь подскажет? А, ну сюда мы тоже можем зайти, да? А зачем? А с кем мы можем? Зачем нам туда? Стул ведь уже проверен. Хотя бы посмотрим, как товар. А да? Нам все еще надо с ним пообщаться? Серьезно? Ну давай. Я не очень знаю, зачем налажен. Да, ремонт вам в копеечку обойдется. Не мне, а этому полоумному инженеру сверху. Ну так-то да. А если он не виноват? Как же не виноват? А дырку в потолке мыши прогрызли? А вдруг? Давай закроем форточку. Где же ваш блудный кот? С кошками? Где же еще? Действительно. Понятно, что не с собаками. Так, ну видимо мы просто так можем зайти. Я и так уже обшарил стул несколько раз. Это становится просто смешно. Так. Ну хорошо, пойдемте на вокзал. Попробуем все-таки там что-то еще. Хотя мы там уже были много раз. Там ничего не происходит. Давайте, ну давайте рискнем. Мало ли, может быть. Может быть нам что-то открылось новое после всех наших махинаций действий. Боже, этот бедный заголовушку держится. Так. Тут нам доступен арбуз. Проход в аптеку. Цветы загородили. Здесь эти торгуются помидорами, шашлыками. Здравствуйте, вы все еще никак не на... Мы столько здесь времени ходим, мы просто уже... А он все еще не наобедался никак. Хотя у него написано, что обед один час. Мы явно больше ходим. Тут уже намного. Пока сейчас до Полит дойдет. А вот это когда появилось? Уважаемые, вы не подскажете, Тифлис случайно не на Кавказе находится? Тифлис не на Кавказе? Кацок, дай мне кинжал. Я буду этот мужики немного резать. Я тебе сейчас порежу. Ну вот так кипятитесь. Мы с товарищем собрались съездить туда в отпуск. И интересуемся месторасположением. Едешь в Тифлис? Ай, дорогой, я бы хотел на твое место бить. Меня там невеста ждет, моя ненаглядная Сулико. Каких невест зовут Сулико у вас? Ее черные глаза могут обжечь. Почему же вы сами туда не поедете? Помидор продает. Не могу я хоть. Много денег надо. На свадьба денег надо. Ничего, рано или поздно заработаете. И снова увидишь свою ненаглядную Сулико. Да-да. Красиво говоришь, дорогой. Ай, возьми помидор. Да? Дорог за него не надо. А что нам с ним делать, с твоим помидором? Долго смотри. Встретишь Сулико в Тифлисе. Не вздумай ее полюбить. Узнаю, зарежу вместе с твоим старым Аксакалом. А там одна Сулико, да? Не волнуйтесь, Джигиты. Нас с Кисой Джан ждут не менее знойные красотки Рио. Точно. Да, нас интересуют другие дамы. Здрасте, помидор. Помидор спелый и сочный. Чтобы убедиться в этом, достаточно лишь слегка надавить. Я не очень понимаю. В какой момент появилась вот эта вот тема про Тифлис? Парад, алле. А что нам с этим помидором делать? Находишь. Одним помидором все равно всех не накормишь. Давай цветы раздербай. И не надейтесь, вам этого помидора не видать. Астап за помидор просто порешил. Вы уверены, что здесь для помидоров сам... Нет, конечно. Самый подходящий, если для них желудок. Я не знаю. Ну, в смысле, на. Не похоже, что кто-то еще нуждается в этом помидоре так же сильно, как я. Голодный хочет съесть. Никто не имеет меньше шансов получить этот помидор, чем вы. Вот ты злый день. Киса, смотрите, не раздавите помидор. Потом вас отмывать замучаешься. Я не знаю, что с этим помидором делать. Мы уже давно не маялись. Выпросите еще один и ешьте на здоровье. А этот у нас стратегический запас. Выпросите один. Да, я реально не понимаю, что надо делать. Зачем нам этот помидор? Ну-ка, пойдемте. Пойдемте применять его на всех тогда. Раз нам дали. На, будешь? Ясно. Пойдем дальше. Тут нам делать, по-моему, нечего. Возвращаемся обратно по стопам. Так. О, дом народов. Давайте сходим. Может, помидоры им предложим? Слышь, давай мы тебе помидор, ты нам стул. Бабусь, помидор будешь? А тебе зачем ей? Мы уже все едали. Не, что, киса. Почему? Конкорд. Вы увидите. Ой. Заходи. На, будешь помидор? Одним помидором все. И не ноги. Да, посмотри, что происходит. А ты будешь помидор? Похоже, что так еще нужно. Никто не имеет. А может, вентилятор помидора? Киса, смотрите, не раздается. Я не буду что-то. Выпросите еще один. Нет. Тебе помидор? В смысле? Он толкнет. Товарищ, зачем вы твои овощи на шкаф кладете? Ну-ка. Вдруг кому-нибудь витаминчиков захочется. Он толкнет, и все это в него в лицо. У нас здесь все-таки не овощи базы. Да, в смысле? Не-не-не, подожди. А, да? То есть вот так? Я думал, нам сразу подходит. Давайте еще раз. Надо выбрать правильный вариант. Все, я поняла, что за затея. А куда же их класть? А куда же их класть? Да. Давайте на газетку вам положим. Согласна, давай. Да вы что? Это же свежий номер станка, только что из печати. Который мы не смогли посмотреть. Помидор только что с огорода, еще теплый. Только что под солнцем врос. Немедленно уберите отсюда ваши фрукты. Легко-куда читанное. Это овощи. Это фрукт. Овощи тоже уберите. По какой-то причине томат считается фруктом. Так. Товарищ. Ну а как же? Вот, давай. Ну как же, разве вы не слушали последний доклад товарища Лысенко? Нет, а о чем? Ну-ка. Большой вам минус. Это да, но о чем? Наша газета сельским хозяйством не занимается. Раньше не занималась. Раньше не волнует. Вот вы букетик мелкобуржуазный выставили, а какой от него толк? Красиво? Вот и поменор красиво. Красиво то, что полезно. Да. Товарищ Лысенко сказал, что теперь в каждом уважающем себя коллективе должны не бесполезные цветы вянуть, а продукты советских колхозов. Да. Урожай с наших полей и огородов. Пусть стоит. Понятно. Ну, я же не знаю. Не знание закона не освобождает от ответственности. Хорошо, вам мы так и быть поверим, но чтобы в последний раз... Именно. Гармонично этот помидор вписался в композицию. Сразу, смотри какой. Вот это ты переобулся. Все, давай слушать будем. Отлично. Вообще-то доверять у нас нельзя никому, даже Гаврилам. Интересно, к чему это привело? Давайте дослушаем про Гаврилу, почтальона. Несет конверт с пометкой срочно. Да. Гаврила быстрый, как домкрат. Так. Одно связист наш знает точно. Не дремлет зря фашистский гад. Ух! Есть! Есть! Что же это такое? Ляпис, думаете, после этого ваши ляпсусы смогут быть допечатаны в вашей газете? Как же я теперь смою с себя эту гадость? В смысле как? Просто пошел и умылся. Это помидор всего лишь. Что-то, блин, так распсиховался. А вот и стул, а вот и стул, а вот и стул. Давай, режь быстрее. Сейчас он сядет пружиной, жопой прям на пружины. Ну, конечно, там пусто. Естественно, у нас там еще сколько сулит. Ну, вот и все. Пять стульев уехали. Ну-ка, сколько их? Раз, два. Металю посчитай. И здесь без козырей. Да сколько можно? Это вы невезение накликаете все время. Итак, у нас на балансе пять стульев, уехавших вслед за театром имени товарища Колумба. И один в аптеке. И один стул, томящийся в привокзальном медпункте, куда совершенно невозможно попасть. То есть мы уже шесть осмотрели. Что? Выбираем? Ну, конечно, в аптеку лезем сначала. Хоть разделимся. Я поеду за театром, а вы оставайтесь и проследите за стулом в медпункте. Не, давайте не будем делиться. Ладно, из двух зайцев выбирают того, который пожирнее. Поедем вместе. Да? Нужны будут билеты на поезд. Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии «Сокровище моей тещи». Приближается Финита-ля комедия, Воробьянинов. Не дышите, мой старый друг. Равнение на рампу. О, моя молодость. О, запах кулис. Сколько воспоминаний. Сколько интриг. Сколько таланту я показал в свое время в роли Гамрета. Одним словом, заседание продолжается. Постойте, подождите. То есть мы хотим поехать? Мы хотим не досмотреть сначала стул, который в аптеке? Мы поедем сначала за остальными пятью? Это не... Что? Это нелогично. Ну подожди. Ну сейчас на дворе ночь, правильно? В любом случае, утром эти цветы придется убрать, потому что в аптеку придут люди. Туда придет хозяин аптеки как-никак. Эти букеты вовсе не приносят нам радости. Верно? Да вне. Давайте, убери, подвинь цветы, слышь ты. Иначе я сейчас твое сулюко поеду найду. И все, и она не выйдет за себя замуж. Она будет нашей. На состав только так, может всех подряд охомутать. Ну быстрее, господи, вставайте на свои позиции. Ай, кошмар какой. Ага. А все. Ясно. И что делать? У нас денег не хватит, между прочим, уехать. Ну давайте попробуем. Ну это вообще глупо. Я бы подождала, короче, аптеку. Ну ладно. Хорошо, поехали. А, ну или в смысле мы поедем сейчас за стульями, пока они не поехали в следующие города. Типа сначала в Нижний Новгород, наверное, поедем, да? Опа. Шо это? Вот это поворот. Здесь, здесь, короче, оживленно стало. Здрасте. Вы кто? Давно здесь? Давно здесь кукуете? Давно. Из-за какой-то делегации все перекрыли. Вооруженных долдонов понаставили. Какой делегации? Ты полегче там. Слышь? Не надо затыкать мне рот. Мне картошку сажать. А я здесь каких-то болванов... Вот именно, человек картошку сажает. Ну. Я тебя сейчас самого посажу. Бля, какой злой. Надо было помидор ему подсунуть. Дичька-то у вас певчая? Иногда поет. Так. Пусть только попробует. Сатрат! Мужчина. А можно ее поближе рассмотреть? Пусть слишком злой. Честно говоря, просто неохота за ней лезть. Ну, там 15 этих сундуков надо пробраться сквозь. Любите рыбалку? Еще бы. На чем специализируетесь? Осетры? Налимы? Раки? Да мне просто сам факт нравится. Посидеть на берегу, сварить уху на костре. Мы тоже заядлые рыбаки. Да? Эх! Эх! Махнуть бы сейчас на речку. А где ее взять-то? А можно вашу удочку посмотреть? Зачем? Конечно. Только аккуратнее. Посмотрите, только не трогайте, да? А ты взял удочку? Так, мы сейчас что-то будем мухлевать с этой удочкой. Ну-ка, давайте. Товарищ, что скажешь с моей... Точно, привык. Подожди, в смысле? Дай обратно. Ё-ка. Так. Зачем выпустил птичку? Ты зачем выпустил птичку? Теперь ее ловить надо. Птицы, птицы, воздушная тревога, носовые, огонь. Не стреляй здесь. Да ты чё? Прекрати стрельбу, живопер! Я в шоке происходящего. А если она правительственную делегацию загадит, кому отвечать, а? Если с нее хоть перышко упадет, я тебя засужу. То есть, разбитый вокзал, нормально все, да? Я при исполнении. Слышь, ты при исполнении, ты с ума сошел. Всякий сброд, понимаешь? Не говори, действительно, кому попало. Блин, дали оружие. Ты чё он сделал, а? Ты чё он сделал? Кстати, теперь мы можем достать туда, да? Нет, не можем, нам нужна удочка. А зачем нам доставать до этого? Мы сейчас перевернем часы и скажем, что ты пропустил свою делегацию. Всё. Давай у этого мужика удочку попросим. Не знаю зачем, но давай попросим обратно. Мужчина, дайте удочку. Дайте удочку. А получается, мы с ним больше не можем ни о чем поговорить. То есть, мы самое основное, что должны были получить от него, так это вот птицу и удочку. Мы получили. Мы можем с ней выйти, интересно? Или он скажет, типа, а отдай удочку, ты куда пошел с моей удочкой? Ты офигел, что ли? Друзья, вы уже посмотрели? Да, сильно. Да. Значит, нам этой удочкой надо часы подвинтить как-то. Подожди, а давай сначала попробуем пообщаться с этим... Сатрапом в... Форме. Ну-ка. Стой, кто идет? Я. Да вы что, товарищ? Нам на перрон надо. Ну да, мы не уедем. Не положено. Ну, естественно. Но почему? Мы что, не можем пройти на перрон и купить билет? Можете, но не сегодня. А когда? Что, на железной дороге выходной? Вообще-то, говорить мне с вами не положено. Да? На перрон закрыт. В связи с приездом важного правительственного поезда. Может быть, даже иностранного. Поэтому пускай я только по спецпропускам. А где брать эти пропуск? А можно хотя бы на этот пропуск взглянуть? Как он выглядит? Покажите. Да я и сам не знаю. А как же ты пропускать-то будешь? А как же тогда узнаете, если покажут? Будем надеяться, чтоб не покажут. Логично. Так что просто. Товарищ, нам позарез нужно в Нижний Новгород. Да, мы отстали. Мы артисты. Мы отстали от театра. Да хоть от цирка. А сегодня вход закрыт. Это какой-то бред вообще. Так нельзя. А выход? Так нельзя. Не надо меня докучать. Я артистов недолюбливаю. Да ты что. А мы военные. А как же тогда этот гражданин с кучей багажа уедет? Этот дачник? Он точно никуда не уедет. Ни он, ни его проклятая птица. Ты посмотри, что происходит. Салдафон. Вот именно. Не нервируй меня, натуралист. У меня оружие. Короче, давай. А за что же вы птичек так не любите? Нас реально не дают. А потому что, когда на посту стоишь... Ну, естественно. Эти бестии норовят на голову нагадить. Стрелять их надо. Некоторых тоже. Что ж, давайте, да. Что ж, удачной службы. Сейчас замкнутое пространство, но хотя бы мы знаем, что какая цель... Как, как, как... Что делать? Я думаю, что этой удочкой нам нужно подвинтить часы. И сказать ему, что типа время вышло, все валит. Забыл в прошлый раз показать, товарищ. Отбери, чипок. Давай быстрее заслушать это вот. Давайте повернем часы. И все. И скажем ему, ты все прошляпил? Уходи. Уходи. Ты все проворонил. Иди в другое место. Ну-ка. Так. Вот и все. Теперь один час точно прошел, как не отпирайся. А-а-а. Да? Это мы этого... О, этого полудурка, который обедает-то. Вон оно что. На удочку, дед. Что, киса? Нет. Шутник. Ну, как ему вернуть удочку-то? Товарищ, сейчас точно. Он же нас с ней не выпустит все равно, да? Пошли. Пошли пообщаемся с этим продавцом арбузов. Ну. Ой. Соревнование черепах. Победит самое быстрое. Самое медленное. Ты пообедал? Сколько можно уже? Уже час прошел. Уже до хрена прошло. Ты... У тебя уже... Ой, я везю, кошмар. Давайте. Эй. Обед окончен. Все. Приступай к работе. А зачем нам нужно вообще, интересно? Вот стоит, поджирает все. Товарищ узбек, вы на часы-то давно смотрели? Давай, как время летит, а? Опять работать пора. Подходи, арбуз выбирай, покупай сладкий, сочный, сахарный. Сам бы кюшил, да обед кончился. Подходи! И? Что такое? Давайте сделаем доброе дело и подберем эту арбузную корку. А зачем? Ну что вы там доброго? А то, что на нее кто-нибудь наступить может, и загремит под фанфары. Идея, есть идея. Не надо нам. Все? Идея, есть идея. Если ее использовать как банановую кожуру, к примеру. Ну-ка, пошли. Прекрасный вид. Ночная Москва. Ночная Москва. 1927 год. Все дела. Свежие томаты, арбузы. Шашлык. Ипполит неспешно прогулочным шагом идет на перрон. Наконец-то дошел он. Давай ему под ноги можем кинуть? Да. Вот здесь эта корка опасности не представляет. Все равно никому ходить не позволено. Все. И теперь отпускаем птичку. Птички приключений достаточно. Тем более, что стрелок уже пристрелялся. Да? Для него это теперь личное. Я думала, он типа мы выпустим. Давайте просто пообщаемся. Может он так оступится. Стой, кто идет? Ай. Да вы что, товарищ? Нам на перрон надо. Да. Отставить не положено. Так, мы это слышали. А... Нет? А что делать? Может быть тут что-то есть? Ну он явно должен поскользнуться на ней. Я прям чую это. А что делать-то с этим? Я у вас... Да, можете еще раз. Я не знаю. Может еще раз повернуть часы? Нет? Она не работает больше? Может быть на него? Что, киса? Мне? Зато... Киса? Да? Я вам выброшу. Ничего не понимаю. Ну-ка. Может попробуем пройти на перрон? Не говоря с ним просто. Ох. А, вот оно! Все правильно. Ну я... Ну вашу... Слов не хватает. Увижу, кто корки здесь разбрасывает. Пристрелю. Кажется, у него что-то выпало. Я вижу, тише. Стой, кто идет? Ссс. Да вы что-то... Отстань. Все то же самое, да? Да. Что это? Тише. Я вижу. Тихо. Да. Что это? Что это? Патрон. Настоящий. По крайней мере, одна птичка спасена. Так он что, все? Это... Давай выпустим. Интересно, этой птице удастся снова от пулю вернуться? А нет? Не думаю. Наш стрелок теперь словно снайпер в засаде. А что нам делать? Может, объединить как-то с чем-то что-то? Грустно. Патрон без ружья... Не. Киса без ружья... Я не... А у него остались еще патроны-то? Что делать надо? Беспредел. Беспредел. Стой, кто идет? Да вы что, товарищ? Отставить. А-а-а! Как быть-то? Ну-ка, пошли. Какая... Нет, все-таки замкнутое пространство это беда. Стой, кто идет? Может быть, этот патрон нужно куда-нибудь в горящую какую-нибудь бочку положить, куда-нибудь поджечь как-нибудь, и он будет, типа, звуки выстрелов имитировать этот... Я не знаю. Может, сюда подкинуть патрон? Серьезно? Вы серьезно? Да ладно! Вот это поворот! А теперь, киса, сыграем в русскую рулетку. Точнее, в интернациональную. Мама! Беда! Ой! Черный обдул, а все-таки нашел меня! О, горе мне! Ой, убежал! Ой! Нифига себе! Мясо ваше! Мясо ваше! Уголь стреляет! Протиснуться? Он их снес просто к чертову матери эти прутья, посмотрите! Можно что-то поднять? Вон оно, что нужно было! Вон... Киса, хотите в такой ответственный момент попасться на жалкой краже арбузов? Виноватся! Это выживание! Пойдемте! Ну что, киса, сейчас с поездом до Нижнего, и если повезет, встретимся с театром на пароходе Скрябин! Так! Только бы успеть! Погнали! Давайте! Ничего, у нас еще много точек соприкосновения с этой труппой! Вплоть до Тифлиса! Ван, дорогой! В Тифлис едешь? Да ты уже в курсе, да? Возможно! Передай письмо моей невесте Солико, да? Какой невесте? Где ее там искать? Это вообще бред такой! Ва, зачем искать? Подойдешь к самой красивой девушке! Это будет моя Солико! Ой, это вообще... Ладно, письмо карман не тянет! Это так смешно! Это так забавно! Подойдешь к самой красивой девушке! А может быть, на твой вкус она самая красивая! А на вкус Остапы и Ипполиты это вообще какая-нибудь кикимора будет! Может быть, они не тому, не той передадут письмо! Ой! Ой, слушай! Ох, поехали, давайте! В конце сионеры, не задумываясь, потратили последние 30 рублей на билеты до Нижнего Новгорода! Хватило! А как обратно будем? Все! А, ну... Так... Они еще не знали, что это вовсе не конечный пульт, и путешествие обещает быть долгим! Раз мы уехали, по-любому в аптеке находится... 100%! Поезд мчал охотников за фамильными бриллиантами всю ночь напролет! Остап спал безмятежным сном ребенка, а Ипполит Матвеевича мучили кошмар! Бедняжка! 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 Бандерже напротив! Был бодр и весел! парохода равны нулю но фортуна в очередной раз улыбнулась великому комбинатору ну-ка почему же вы мне раньше не сказал чего кто мы художника сами будете рисовать вас вы взяли на себя ответственность за украшения парохода я художник на двое и вы толстенький которому художник нужен через некоторое время пароход скрябин неспешно уносил и художника остапа бендера который до сегодняшнего утра даже не подозревал что окончил в путем ас как его мальчика ассистента кису воробьянного вниз по матушке волги художник здравствуйте молодой человек опа стулья день но нас здесь вообще-то двое все пять правда тогда еще раз здравствуйте молодые люди не знаю как вас величать меня можете называть просто о бендер художник а моего ассистента зовут киса так мне права сговорили товарищ художник а краски у вас есть отобрали на перроне сомневаться в наших красках какой же художник без красок у нас отняли вижу вижу где хорошие краски сразу предупреждаю работы много и для вас и для как паровоз и пьет тоже да но ближе к телу ваши условия имейте ввиду мы не похоронная контора мы радужные по расценкам рабиса кроме того бесплатный стол ой кормить чубу не густо конечно но мы согласны только из любви к изобразительному искусству естественно вот и замечательно первым вашим заданием будет нарисовать транспарант изображающие сеятеля разбрасывающего облигации ой только имейте виду с васюков мы начинаем вечерние тиражи и нам без транспаранта никак нельзя ой не волнуйтесь транспарант будет ой серьезно тогда возьмите ватман и пожалуйста не испортите вся бумага у нас на учете прелесть какая напоминает школьные стен газеты где ватт только не испорти а он у нас один ближе к телу как говорил мопосон чего нет скоро только кошки родятся смысле вот же он вы за стульями пришли или мне послышалось чего не 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 да нас попросил режиссер театра помочь перенести реквизит как я не люблю этой суматохи каждый должен заниматься совершенно точно не больше художников заставлять стулья носить но попросил так вот занимайтесь своими прямыми обязанностями рисуйте сеятеля я сам поговорю на сей счет верно чтобы сеятеля в натуральную величину нарисовать нужно встать на что-нибудь а то тянуться приходится но зачем для этого театральные реквизиты использовать если вы его краской запачкаете а мы газетку постели много ты понимаешь молокосос обратитесь к капитану скажите что я распорядился выдать вам какую-нибудь подставку не взять а просто осмотреть а мы же художник именно нам нужны образы нужно что-то видеть перед глазами что тоже вы хотите сеятеля сидячим сделать а почему нет да пусть сидит все именно это вполне в духе механизации сельского хозяйства мне не нужна механизация мы пропагандируем облигации займа так близко послышалось я так и подумал просто ах так ну пошли давайте сейчас еще чуть-чуть чуть-чуть походим и закончим уже тогда ну потому что это явно нам мы точно сейчас не пройдем ничего фото лаборатория пойдемте зайдем в смысле не пройдем мы не закончили да не обязательно там просто могут фотопленку проявлять или закреплять именно логично так а что нам с этим делать вообще на из меня не очень подходящая натура выйдет да и не хочется доверять вам свой портрет предводитель думаете не справлюсь нет справитесь но у меня могут после этого нервишки расшататься ахаста для чего вам это огонь и ладно все так вот здесь вот что-то можно нажать давай нажимаем а мы можем вперед пройти кстати чё там приехал а шлюпка опа краски привет коллеги поделитесь кисточками лишней краски не отольете да на учете все подожди ну давай просто их спихнем за борт и все и заберем их кисти краски нет ну блин вы не настолько еще в отчаянии я уже начинаю это действительно быть очень и штуковины наверное должны быть чрезвычайно прочными не обязательно внизу же вода падать не так страшно действительно как бы нам их раскачать можете подпилить подрезать ну-ка мне на это с этой брить ну то еще зазеваетесь нет пойдемте дальше хорошо осмотрим нашу палубу наш пароход катер а лодка что это там какая-то тень смотрите а это краска отшкрябалась точно ну да это просто штукатурка отлетела ладно я просто потому что что-то опа внимание при температуре свыше 30 градусов ношение белых панам обязательны сейчас не дошло до 30 надо подогреть так посмотрите что там интересно что такое капитанский мостик неужели не видеть все же чем же этот мостик переброшен а по какой реке мы плывем ковалки вот над ней переброшен так юнга драят палубу ну-ка у это дама да это дома что рисуешь малыш папу который всех поборол а он рисует я думаю где именно здесь твой папа капитан поди он здесь уже домой ушел так что же здесь тогда нарисовано ну-ка я же сказал что здесь нарисован папа который всех поборол ну все побороны там лежат нарисован ушел всех поборол ушел все логично не вдавайтесь в детали на то на искусство чтобы не всеми быть понятым именно я художник я так вижу любишь рисовать очень люблю родители говорят что у меня талант естественно еще какой на палубу помыли и все пропало вот если бы мне краски как у настоящего художник нам бы тоже тебя не ругают за рисование на палубу так она мелом тебе сказали же сразу папа тренируется а мама загорает они согласны на что угодно лишь бы я им не мешала ха 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 логично а матрос тоже не ругается так тебе сказали все матросы в трюме сидят почему ладно тебе сказали водой плюнул уже все 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 сбилось женщина давайте пообщаемся с вами на ты посмотри как медленно ходим большая основная проблема в том что они ходят по отдельности они не могут пойти вдвоем сразу они сначала один дойдет до полной точки а потом только второй то есть они не могут хотя бы ну друг за другом идти гуськом нет мадам мадам вы не боитесь сгореть на таком солнце да нет не боюсь я до этого на море отдыхать ездила вот там солнце ой как это звучит прекрасно я вижу вас загар я бы морской ты чё думал а вы бы особо этим загаром не любовались мой муж вдобавок своей богатырской мощи еще и болезненно ревнив из какой не искушайте судьбу киса смотрите лучше на море меня от него уже да мы только начали ты чё со временем при смысле море мы же вроде по реке плывем нет чудная погода не правда ли чтобы сразу избавить вас от ненужных усилий предупрежу что я замужем за здоровенным борцом припечатывающим своих противников к полу всеми их лопатками она как так все таки как насчет погоды да мы только за поголые ребята я еще что вот мой старший товарищ бесстрашный морской порвет всех это его не спасет мой благоверный в приступе ревности может без труда свернуть шею самому матерому волчище и на твоего благоверного найдется кто-то мощнее что голову напекло да ну с ней не пообщаешься особо мы не можем пройти так стоп мы не можем пройти а о божестве мы как художники просто не можем пройти мимо не нарисовав ваш божественный портрет подожди ты ватман не трать так просто а придется мимо пройти ты посмотри она какая вообще прям неукоморчивая мы даже согласны пойти на уступку можете позировать одетый остап мой муж тебя сейчас впечатают чемпион тяжеловес по борьбе продолжаем премии нам пора валим валим увы нас сейчас ждет сеятель но все-таки подумайте о нашем предложении да не мешайте мне загорать художники передвижники она несговорчива совершенно это вам не та которая была в стартом козе у нас которая вроде как замужем но для остапа нет логично все давайте здесь остановимся на палубе под солнышком все красота все дела я так и не была мне казалось что мы вроде как на не на море а на волге находимся нет ну ладно все продолжение следует а